Армирование углов ленточного фундамента. На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойство расширяться или сужаться в зависимости от сезона. Просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться четыре разных фундаменты, которые будут жить своей жизнью. Трещины разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов. Специальной сварной сеткой используется готовая конструкция для укрепления нижнего и верхнего яруса фундамента. Ячейка не более 200 на 200 мм, толщина арматуры зависит от веса строения, чаще всего 12 мм. Каждые 50-60 см ярусы металлической сетки соединяются вертикальной арматурой. Перепуск на углы – от 80 см. Армирование ленточного фундамента отдельными арматурными стержнями. Принято считать, что это – лучший способ, поскольку сварные соединения в поясе усиления нежелательно допускать. Его можно разделить условно на несколько категорий. Армирование Г-образной продольной арматуры углов с перепусками лапокат. 60 см – армирование П-образными элементами прямых углов и примыканий, укрепление примыканий Г-образными изделиями. Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться, длина перепусков должна быть не менее 50 диаметров используемой арматуры. При укреплении широких углов – более 160, арматура должна повторять его очертания. И быть целой – при значении менее 160, может быть только внешняя арматура. Шаг поперечных перемычек должен быть равен не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 сантиметров. Анкеровка арматуры в бетоне осуществляется прямым окончанием стержня. Лапками, крюками, загибом стержня петлей. Нежелательно использовать сварные соединения и цементирование. Возможно, армирование – не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов. Расчет расход арматуры нужно выполнять на этапе планирования чертежей фундамента, чтобы в дальнейшем с точностью знать, какое количество стройматериала потребуется. Стоит ознакомиться с тем, как рассчитать количество арматуры для мелкозаглубленного основания высотой 70 сантиметров и шириной 40 сантиметров. Для начала необходимо установить внешний вид металлокаркаса. Он будет изготовлен из верхнего и нижнего армопояса, в каждом по три арматурных прутьев. Промежуток между прутками будет равняться 10 сантиметров, а также нужно добавить еще 10 сантиметров для защитного бетонированного слоя. Присоединение будет выполняться провариваемыми отрезками из арматуры идентичных параметров с шагом 30 сантиметров. Диаметр арматурного изделия равен 12 миллиметров, группа А3. Расчет необходимого количества арматуры выполняется следующим образом. Чтобы определить расходование прутков на осевой пояс, нужно сделать расчет периметра фундамента. Следует взять символическое помещение с периметром 50 метров. Так как в двух армопоясах находится по три прутка, в сумме 6 штук, то потребление составит 50 на 6 равно 300 метров. Теперь следует рассчитать, какое количество соединений потребуется для стыкования поясов. Для этого необходимо разделить общий периметр на шаг между перемычками 50, 0,3 равно 167 штук, соблюдая определенную толщину ограждающего бетонного слоя около 5 сантиметров. Величина перпендикулярной перемычки будет составлять 60 сантиметров, а осевой 30 сантиметров. Численность отдельного типа перемычек на одно соединение составляет 2 штуки. Нужно высчитать расходование прутков на осевые перемычки. 167 на 0, 6 на 2 равно 200,4 метра, расход изделий для перпендикулярных перемычек, 167 на 0, 3 на 2 равно 100,2 метра. В итоге расчет арматурных материалов показал, что общее количество для расходования составит 600,6 метра. Но это число не окончательно, необходимо приобретать изделие с запасом 10-15%, поскольку придется выполнять усиление фундамента в угловых областях. Правила и параметры расчета. Почет арматурных стержней состоит из двух частей, расчет продольной и расчет вертикальной и поперечной арматуры. Продольные отрезки для формирования двухпоясного армирования устанавливают 4 продольных стержня периодического профиля по всему периметру фундамента. При длине ленты 24 метра арматуры потребуется 24 на 4 равно 96 метров, с припусками это составит 100 метров. Вертикальные и поперечные прутки связанные между собой отрезки образуют раму, в углах которой проходят продольные стержни. Их почет зависит от ширины и высоты ленты. При высоте 100 сантиметров и ширине 40 сантиметров ленты потребуются поперечные отрезки длиной 30 сантиметров и вертикальные связи высотой 92 сантиметра, вычитаем нижний. Зазор 50 миллиметров и верхний защитный слой бетона 30 миллиметров из 1000 миллиметров. Для периметра длиной 24 метра и чередования рамок с промежутком 300 миллиметров нетрудно подсчитать, что для вертикальных прутков понадобится гладких. Стержни у 8 миллиметров общей длиной 24 300 х2 х0,92 метра равно 147,2 метра. Потребность в поперечной арматуре составит 24 300 х2 х0,3 равно 48 метров. Итог исходя из предыдущего, можно суммировать потребность в арматуре для фундамента длиной 24 метра, вертикальные прутки у 8 миллиметров. 150 метров, поперечные стержни у 6 миллиметров 50 метров, продольная периодическая арматура у 12 миллиметров 100 метров. Особенности ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную полоску без разрывов на дверные проемы, становящуюся основой под строительство всех стенок и перегородок конструкции. Основой ленточной конструкции является бетонированный раствор, который изготавливается из цемента марки М250, воды, песочной смеси. Для его упрочнения применяют арматурный каркас, выполненный из металлических прутьев разных диаметров. Лента углубляется на определенное расстояние в почву, одновременно выступая над поверхностью. Но ленточный фундамент подвергается серьезным нагрузкам, движение грунтовых вод, массивная конструкция. В любой ситуации нужно быть готовым к тому, что различные негативные влияния на сооружение могут сказываться на состоянии основы. Поэтому, если армирование выполнено неправильно, при первой малейшей угрозе фундамент может разрушиться, что приведет к разрушению всей постройки. Армирование имеет следующие преимущества – препятствует проседанию грунта под зданием, утвердительно сказывается на шумоизоляционных качествах фундамента, повышает устойчивость фундамента к резким перепадам температурных режимов. Достоинства и недостатки Положительными чертами являются – длительный ресурс эксплуатации, обусловленный высокой прочностью, способностью воспринимать значительные механические усилия. Устойчивость к истиранию повышает продолжительность использования, позволяет изделию сохранить товарный вид. Устойчивость к низким температурам сделала плитку незаменимой в регионах с суровым климатом. Экологическая чистота, связанная с изготовлением плитки из чистого сырья без искусственных добавок и вредных примесей. Поверхность, затрудняющая скольжение, что обусловлено структурой. Невосприимчивость к воздействию природных факторов. Простота в обслуживании, позволяющая быстро выполнять очистку от любых видов загрязнений. Возможность повторного использования, позволяющая многократно применять изделия при демонтаже или повторной установке, связанной с прокладкой коммуникаций. Низкие затраты по уходу, поддержанию в привлекательном виде. Для установки не нужен почтилающий слой, так как укладка производится на спланированный грунт. Эстетичность, обеспечивающая применение плит в условиях различного ландшафта. Недостатки немногочисленны, повышенные затраты на приобретение качественной продукции, ограниченность конфигурации, отсутствие вариантов, декорированных узорами или рисунками. Автор статьи Виктор Лихавский вам будет интересно.